Свистать их наверх, большие маленькие любители крупных калибров, Александр Петров с вами, у меня в гостях Дредноут, британский линкор третьего уровня. Почему именно, конечно, про третий уровень сегодня мы разговариваем, понятное дело, что, ну, далеко не самый популярный бракет для игры третьего уровня, но Дредноут, он заслуживает отдельного видео и, в общем, отдельного уважения, поскольку это первый в истории линейный корабль. Вот после него броненосцы перестали уже строить и начали строить именно линейные корабли. В премиум-магазину сейчас вышло предложение о покупке Венгарда, это последний как раз британский линкор, вот, и вместе с ним можно в пакете купить себе и Дредноут. С одной стороны, конечно, можно сказать, что это не очень справедливо, а как же так, причем отдельный корабль купить нельзя, но с другой стороны написано разработчиками, что в декабре можно будет получить себе корабль, выполнив цепочку из 40 боевых задач, вот такие дела. Ну, не знаю насчет, что там 40 боевых задач, что именно там за задачи будут, вот, но сам по себе Дредноут мы сейчас с вами рассмотрим, есть он у меня уже в наличии. У нас сейчас в игре он, кстати, без камуфляжа, что-то там у разрабов пошло не так, камуфляжа нет, и в карусели нет у него никакой иконки, к сожалению. О, господи. Что можно сказать по кораблю? Типичный британский фугасный линкор. Есть у нас в игре представитель, вот, похожего, это Белерафон. Белерафон, это уже продолжение Дредноута, как бы уже более совершенный такой Дредноут. Здесь самый-самый-самый-самый первый линкор. Ну, давай чуть-чуть, чуть-чуть. Как вы понимаете, поскольку это у нас британский линкор, он отлично играется на чем правильно, на фугасах. Фугасы здесь замечательные, гораздо больше урона наносят, чем те же бронебойные снаряды, а на третьих уровнях играть от бронебоек, это такая себе идея, поскольку здесь в основном все, что попадает, в основном уходит сквозняк. Поэтому здесь фугасы очень, очень хорошо себя чувствуют. И, в общем-то, для тех, кто любит именно такой вот геймплей, ну, наверное, там, низких уровней, кто ностальгирует по кораблям Первой мировой войны, для них этот корабль будет, безусловно, интересен. У нас здесь установлено 10 орудий калибра 305 мм в 5 башнях. На борт может стрелять только 4 башни, 8 орудий, калибр 305. Опять же скажу, что на башнях установлены вот такие вот пушки, но это вряд ли ПВО, если честно. Мне кажется, что это скорее, наверное, не знаю, ПМК, ну, под вопросом. Здесь ПВО нету по цифрам, ПМК только присутствует. Вот вражеский НАСАУ, Германия. Германия выступает против нас, сейчас будем по нему стрелять. Вот, в плане удобства я бы, кстати, предпочел компоновку, наверное, все-таки немецкую, как построено у нас вот тот же НАСАУ, у него орудий больше, можно стрелять сразу на два борта. Но здесь у нас для того, чтобы хорошенько залпануть, надо все-таки подождать, пока все башни повернутся. Башни крутятся более-менее быстро, перезарядка 30 секунд, достаточно долго. Так, Уэсакадзе торпеда-то. Ну, как вы прекрасно понимаете, на этих уровнях очень своеобразный здесь геймплей, поскольку много эсминцев, и вообще, в принципе, баланса на третьих уровнях, конечно, никакого нету, и поэтому ждать каких-то героических достижений от Дредноут не стоит. Это, опять же, такой брелочек, который вы положите себе в копилку, будет он у вас лежать и представляет собой броненосные силы в Великобритании, вот, начиная там с Первой мировой войны. У нас эти базы захватывают. Да что ж такое-то? Что ж за несправедливость-то? Вот, красиво стрелять во все стороны не получается с этого кораблика у нас с вами, но, тем не менее, можно немножко попытаться пожечь вражеские корабли. Вон, Вайоминг идет с той стороны. А, Данаю забрали. Ну и отлично. Вот, говорить о каком-то супер-пупер геймплее, наверное, не приходится, поэтому мы с вами будем говорить не про геймплей, а вообще, в принципе, про линкоры и так далее и тому подобное. Именно вот на этих уровнях первые вот эти вот такие, ну, как сказать, неповоротливые, не слишком комфортные линкоры появляются, и люди, которые начинают играть в нашу игру, они могут принять решение о том, хотят ли они такого геймплея или нет. Ну и действительно, когда, конечно, я вот первый раз помню, только установил игру, мне, конечно, очень интересовали линейные корабли, хотелось больших таких залпов, и поэтому я думаю, что многие в общем и целом именно себе выбирают линкоры именно из-за того, что это мощно, это круто, это прикольно. И вот Дредноут не исключение здесь. В этом плане, кстати, он меня напоминает Ишизучи, потому что Ишизучи тоже такой некий, я бы сказал, фугасный геймплей. Да что ж там фриана забрать-то никак не могут. Мы настреляли, кстати, уже 23 тысячи урона. Я думаю, сейчас мы кинем пару залпов по фриану, и можем уже, наверное, переключаться на бронебойные снаряды. Наверное, так мы и сделаем. Да что ж такое 850 хп, боже. Ну ладно, я надеюсь, что ребята там справятся, и попробуем сейчас пострелять именно бронебойными снарядами. Но здесь они, посмотрите, вот по урону 8100 и здесь 5200. То есть урон от фугаса, он практически сравним с уроном от ББшки. Это, конечно, с одной стороны печально, с другой стороны, в общем и целом, вот как раз для таких уровней самое что ни на есть оно. Конечно, накидать на третьем уровне какой-то там впечатляющий урон достаточно затруднительный. Вообще, вот мне всегда интересно, когда люди говорят, вот там педобирят в песке. Ну, мне кажется, на этих уровнях очень сложно играть как-то достаточно уверенно, там педобирить или еще что-то, потому что максимально большая проблема с великим белорусским рандомом, вот она здесь прям на все свои 100% и показывается, потому что попадания очень сложно идут, происходят, потому что очень большой разброс, и даже несмотря на то, что 9 километров, казалось бы, да, на 9 километров на любом другом корабле никаких проблем с попаданиями нет. Носау слишком медленный для нас. Стреляем по привычке уже с большим запасом. Сейчас чуть-чуть поменьше возьмем упреждения. Сейчас посмотрим, как ББшки заходят. По идее, должно быть, все нормально. Вейкфол топит, наконец-то, варяга, достреливает. Видимо, удалось ему все-таки попасть. И мы сейчас попробуем утопить Носау. Ну, Носау уже совсем рядом. Давайте чуть-чуть поменьше еще возьмем. Вот так вот. Вот так вот возьмем. Лоха! 6 тысяч урона. Ну, как бы... Нет, дамага, конечно, безусловно, какая-то есть. Сейчас у нас справа будет Беляш. И мы попробуем с Беляшом немножко поиграть. Что касается характеристик, друзья, опять же, ну, не трачу ваше время для того, чтобы все это дело рассмотреть по цифрам. Если будет у вас желание, я думаю, что в Википедии можно все это посмотреть. Безусловно, говорить, опять же, о каких-то там характеристиках здесь, наверное, немножко преждевременно. Кто по мне стоит? Конечно, Белерафон. Давайте попробуем с Беляшом постреляться на ББхах. Потому что у нас тут есть ББшки православные. А, это дерзкий. Не, не, это дерзкий меня жжет. Ну, пусть жжет. Перестрелиться с дерзким с ББшек, как вы понимаете, абсолютно бесполезно. А фугасы заряжать мы пока что не хотим. Готовимся дать залп по Беляшу. У Беляша, кстати, 33 400 хп. Я не знаю, это топовый корпус или стоковый. Но, по идее, Беляш считается вот более современным кораблем. Нежели чем... Блин, еще Вейкфул с этой стороны. Нежели чем наш с вами дредноут. Вот, хорошо доворачивает он борт. Не уверен, конечно, что мы его пробьем. Потому что, ну, уверен про пробой. Мне кажется, говорить на этих уровнях можно только в случае Миоги. Потому что на Миоги там, да, там можно что-то чем-то пробивать. Потому что там есть калибр. Там калибр 356 мм. И вот при стрельбе по линкорам как раз там вот все очень хорошо. Так, заряжаем фугасы. Все, достаточно. Ну, поиграли на БПшках. Пора заряжать фугасы. Давайте, кстати, посмотрим. Мы можем стрелять практически с шести башен. Ну, с шести орудий, с трех башен. Можем стрелять вперед. Вот такие вот интересные дела. Беляш, кстати, тоже стреляет фугасами. Фугасный мир начинается. У меня стоит здесь противопожарка. Но, как вы понимаете, это, конечно, никого не интересует. Давайте сейчас дадим красивый залп по Дерскому. Зачем нам эсминцы? Эсминцы не нужны. Вот так вот, друзья. Яблочко, капитан. Вот так вот. Ну, и сейчас погибнет Белерафон. И на этом закончится наш чудесный бой. 53 тысячи урона мы уже накидали. Нам вот. А Белерафон сейчас догорит. И... И усё. И здесь всё закончится. Да. В общем, как вы видите, проблема третьих уровней в том, что нас просто выжгли фугасами. Ничего особо ББшками поменяли, кто не стрелял. Мы просто сожгли. И урон, который мы получили... Надо посмотреть. Где здесь у нас полученный урон есть? Полученный. Полученный. Пожарами 9 тысяч. Фугасами 11. Вот. То есть, большую часть урона мы просто получили от фугасов. Ну, и здесь, кстати, как видите, и фугасами, и даже ББшками лучше воздействовали, нежели чем... Нежели чем всем остальным. Но ББшками стрелять на этих уровнях, друзья, можно только по линкорам. По всему остальному ББшками стрелять абсолютно бесполезно. Вот такой вот он Белерафон, друзья. Я вас призываю не забыть подписаться на канал, поставить лайк и прожать колокольчик, если хотите видеть видео по самым интересным кораблям в нашей игре. А с вами Тури. По-прежнему. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok